С начала нового учебного года в округе реализуется программа «Высшие учебные заведения» с ГТО. Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» Люберецким старшеклассникам предстоит выполнить до 1 декабря. Подробнее в нашем следующем сюжете. Руки в замок на затылок кладем и во время выполнения упражнений их не отпускаем ни на секунду. Для учащихся 18-й гимназии тестирование проходило на стадионе «Урожай». Екатерина Суворова после окончания школы пойдет учиться в педагогический, а успешное выполнение норматива в ГТО даст преференции при поступлении. В первый раз даю ГТО. Прям очень волнуюсь, что там очень хочу, во-первых, золотой значок получить, потому что думаю, что поможет при поступлении дополнительный балл. Уже сдала пресс на 49 и бег на 60 метров за 9,4 секунды. Программа «Высшее учебное заведение с ГТО» стартовала в Люберцах 1 сентября. В ней зарегистрировались более 1300 старшеклассников. 300 из них уже успешно справились со всеми испытаниями. Обучение в ВУЗ растет. Ценность знака, особенно золотого, естественно, повышается, поэтому каждый хочет получить золотой знак, но не всегда получается. На следующий год у нас тоже большие амбиции. Мы хотим, чтобы у нас более 2000 граждан ежегодно выполняли на разные знаки отличия комплекс ГТО. Максим Позняков – студент колледжа. На спортивных площадках и стадионах прошло все его детство. Парень увлекается футболом и ведет активный образ жизни. Первый раз давал, когда мне было 7 лет. Сейчас захотел проверить свои способности, свои физические качества. Пробежал 60 метров, результат 74 секунды. В принципе, на золото, поэтому я доволен. Сделал пресс 60 раз за минуту. В принципе, этим тоже доволен. Я советую всем заниматься спортом. Спорт – это жизнь, это наше здоровье. С начала года уже 800 люберчан стали обладателями золотого знака «Готов к труду и обороне». Самых сильных и выносливых будут чествовать в декабре на церемонии подведения спортивных итогов года. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.